Мы обсудили вопрос и решили задачу о приведении произвольной полоски к полностью белой полоске. А вот теперь я поставлю вопрос немножко другую. Я хочу от одной ситуации заданной перейти к другой заданной ситуации. Положим, одна ситуация, это та же самая зебра, и за одну клеточку. Что-то у меня с количеством клеток видать какая-то. А вторая ситуация, это первая ситуация, вторая ситуация, это зебра такая. Через две клеточки. Сможете ли вы ответить на вопрос? Может быть, поможет предыдущая задача, может быть, вы какие-то новые обсуждения предложите. Сколько операций нужно, чтобы от первой ситуации прийти ко второй? Операция вся та же самая, перекрашивание любого прямоугольника. Давайте подумаем. Две. За две вы видите. Как вообще решать такой вопрос? Я вижу шесть. А? Я вижу шесть. Вы знаете шесть. А как вообще решать такой вопрос? И может ли нам помочь вот предыдущая задача, когда я произвольную полоску пытался привести полностью белую полоску? Ну, перекрасив, можно какие-то примеры руками пробовать, да? Сделать. Ну, принципиально, как вот этот вопрос удастся ли как-то к предыдущему свести? Может быть, эти блоки по отличиям, чтобы, ну, допустим, в определенной предке различающую операцию сразу два различия? А, то есть вы хотите следить не очень понятно, что такое различие в блоках. Ну, на самом деле, вот давайте, я немножко другое решение расскажу в предыдущей задаче, вот конкретно, почему эту себу нельзя привести к одноцветной, полностью белой полоске за пять операций, или за меньшее количество операций. Давайте расскажу такое решение. Посмотрим просто на границы между клетками. Я это уже пробовал делать, но, по-моему, не очень было понятно. Вот я посмотрю эти 11 границ между клетками, правильно? Вот. Если я выполняю операции, я, так скажем, затрагиваю две границы. Я использую эту границу, эту границу, я перекрашиваю прямоугольник. Каждому такому прямоугольнику я просто сопоставляю две границы. Его левую и правую сторону. Хорошо? Тогда, если я сделал пять операций, это я красил пять прямоугольников, каждый прямоугольник затрагивает две стороны. То есть всего я затронул сколько? Десять, ну, может быть, меньше, да? Может быть, я два раза одну и ту же сторону затронул. Но не более десяти границ было мной затронуто. О чем это говорит? О всего одиннадцать границ. То есть одну границу я вообще не трогал. Эта граница, она не выступала как граница перекрашиванного прямоугольника. Правильно? Это не значит, что я вот эти клетки совсем не трогал, не перекрашивал. Но если я их перекрашивал, то значит я их перекрашивал вместе. Правильно? И если они были у меня разноцветные, значит они так вечно не останутся разноцветные. Либо они не перекрашивались вместе, либо они перекрашивались. В процессе каждой операции. Понимаете? И значит белыми они обе стать не могли, у меня разноцветные. Вот такое еще рассуждение. Здесь, можно сказать, счетчиком является близкая вещь, близкая вещь. Количество границ между разными блоками. Можно, на самом деле, вот я почувствовал в вашей фразе именно эту идею, да, следить за границами. А можно, если у нас разговор дойдет до каких-нибудь еще интересных вещей, такое соображение применить. На самом деле, дело не в том, какая клетка была, черная или белая. Дело в том, отличается ли она от цели, или не отличается. То есть, если была черная клетка, а нужна белая, значит конкретно с этой клеткой какой операции совершилась? Неизвестно какой, но по черности. Я же считаю, да? Нечерная, да, потому что в итоге мы изменили цвет. Если была белая и осталась белая, то в итоге должно с этой клеткой совершиться четное количество операций. Поэтому, если я в конечной ситуации все черные клетки заменю на белые, и одновременно в начальной ситуации все клетки на тех же местах, у них поменяют цвет, то это будет эквивалентная просто задача, понимаете? То есть, моя задача в начальной ситуации, и вот цель. Эквивалентно следующей. Я меняю все клетки, которые в объемах. А конечная ситуация, которую я люблю, потому что эта задача уже решена нами, да? Конечная ситуация, это вся полностью белая полоска. И теперь я понимаю, что здесь четыре черных блока, значит, нужно ровно четыре операции, и никак не меньше. Да, значит, были правы те, кто дал ответы в этой задаче. Четыре. А желающие еще могут подумать не про полоски, а про арифметику по модулю 2. Что будет, если мы задачу решили, а теперь рассуждаем вокруг, да? Что будет, если, например, в белой клетке поставить нули, а в черной единичке? И что мы творим, когда мы перекрашиваем? Фактически мы прибавляем клетка, которая входит в этот прямой угольник, по единичке. Только такое необычное прибавление, да? 1 плюс 1 равно 0. Нечет плюс нечет равно чет. То есть вот еще одна интерпретация, и вы можете подумать, какая будет постановка, и переформулировать решение на это альфметический иск.